Наступило время для проверки, как же связан символ Гильберта с квадратичным законом взаимодействия. Я обещал, что если выбрать любые два числа и в качестве простого слова перебрать все существующие, то произведение будет равно и делиться. Из-за мультипликативности не обязательно выбрать совсем любые два числа. А достаточно смотреть несколько случаев. Давайте начнем с такого. Два простых, нечетных, разных числа. Возьмем два разных простых числа по ику и посчитаем символ Гильберта по всем возможным, включая двойку, минус единицу и все-все-все простые числа. Я понимаю, что ПКУ по минус единице это единица, потому что П это положительное число. Я понимаю, что если поставить любое угольничество числа на номер ПКУ, то будет единица. Помните, какая была формула, если числа не делятся на простое число П, оба, то в таком случае будет просто-напросто единица. А вот посмотреть, когда ПКУ двойка, интересно, по нашим формулам, вот этот вот, это символ Гильберта, это символ ВПКУ. А вот этот вот символ Гильберта, это минус один, в степени поведется в иную полагу, в иную полагу. Ребята, это, конечно, будет описать закон за единицей. То, что это равно единице, это в точности квадратичный закон за единицей. А это второе дополнение к нему. Когда мы берем число 2КУ, то, опять, почти все будут единицы. А вот то, что может быть не единицей, я выписал второе дополнение. А это первое дополнение к квадратичному закону за единицей. Ну, если брать 2 и минус 1, то ничего интересного не будет, будет просто единица. И если взять минус 1, минус 1, то то же самое. Будет минус 1, минус 2, минус 1, минус 1, минус 1. Это последние две строки неинтересные. А эти в точности квадратичный закон за единицей. Поэтому символ Гильберта действительно обладает замечательным свойством. Если для двух любых целых чисел вычислять для всех простых чисел, включая минус 1, символ Гильберта и перемножить, то результат равен единицы. И это утверждение, по сути, является квадратичным законом за единицей.